Ольга Кошеленко, специальная корреспондентка ТСН, сейчас с нами на связи, расскажет последние события и заседания. Ольга, здравствуйте. Приветствую, коллеги. Что сейчас происходит в зале заседания Генеральной Ассаблеи ООН и когда начнется голосование резолюции по украинской формуле мира? Я хочу начать с того, что вот именно этот день, 23 февраля, на самом деле он и есть символичным для организации объединенных наций, потому что война по американскому времени началась 23 февраля и в тот день тут было и заседание Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Он, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который был тут и в прошлом году и сейчас, он здесь на заседании, рассказал нам, что вот приблизительно в это уже время он знал о том, что война неизбежна, он даже знал точный час начала войны. И вот такими вот тяжелыми воспоминаниями сегодня тут делились многие министры. Вы знаете, похоже, что Россия уже окончательно для себя выбрала путь полного краха и разрыва отношений с Западом, потому что все то, что она и ее представители говорят в этих стенах в течение этого года войны, это инсинуации о киевском режиме, его покровителях на Западе, которые якобы накачивают Киев оружием. И вот вчера, когда дебаты начались, было очевидно, что и российский представитель Небензя, и министр иностранных дел Украины Кулеба, которые выступали, они борются за умы и сердца так называемого глобального юга. Африка, Азия, Южная Америка. Запад уже определился, Европа, Соединенные Штаты, Канада, они определились со своей позицией. А вот глобальный юг отчасти имеет такую давнюю историю отношений с Советским Союзом, а теперь с Россией. Они стоят на антиколониальных, антизападных позициях. И поэтому, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вот сейчас Россия, используя своего младшего партнера Беларусь, пытается активно работать с этими странами и призывает их не голосовать за украинскую резолюцию. Беларусь внесла в резолюцию поправки, которые абсолютно искажают ее смысл и сводится к тому, что если бы Запад не поставлял Украине вооружение, то и войны бы уже не было. И требует переговоров без предварительных условий, что значит на условиях России. Предлагаю послушать прямую речь Кулебы. То, что делает Россия сейчас, они реально ведут кулуарную работу с государствами-членами ООН и отговаривают их голосовать за резолюцию. Рассказывают абсолютно идиотские вещи о том, что резолюция несбалансированная. Они выставили как своего прокси Беларусь, которая внесла поправки. И поправки тоже из серии «Рафик» не виноват. Заседание Генассамблеи хотели провести за один день. Сегодня 23 февраля, но когда увидели то количество желающих, которые записались на выступление, а это около 80 представителей стран, среди них и министры, и постоянные представители стран в ООН, все-таки решили растянуть заседание на два дня. Та резолюция, которую подала Украина, она на самом деле широкая, но достаточно очевидная и простая. Она говорит о том, что украинский суверенитет и украинские границы неприкосновенные. О том, что Россия должна в кратчайшие сроки немедленно вывести свои войска с территории Украины. Призывает все страны усилить помощь Киеву. Из относительно нового, о чем я хочу сказать, это есть упоминание в этой резолюции о том, что все военные преступники, которые виновны в совершении военных преступлений на территории Украины, должны будут быть привлечены к уголовной ответственности. На самом деле целью Украины изначально было принять вот к этой годовщине такую отдельную резолюцию именно об ответственности, о трибунале для Путина и его окружения. Но тем не менее, сейчас еще продолжается работа, потому что вопрос это не такой простой. И по словам Дмитрия Кулебы, большинство стран, которые являются нашими партнерами, выступают за то, что если этот трибунал проводить, то под него должна быть собрана очень широкая коалиция и очень мощная поддержка. Пожалуйста, прямая речь. Есть группа стран, которые считают, что если мы все же войдем в историю с судом над Путиным и его окружением, то нужно собрать максимально большую мировую коалицию, которая будет представлять все регионы мира для участия в этом трибунале. И есть проблема, чисто юридическая, это вопрос иммунитета наивысших должностных лиц. Коллеги, ну стоило бы услышать, как вот после выступления представителей Беларуси и России, когда они выходили из-за трибуны, какая оглушительная тишина стояла в зале. Но не стоит обманываться этим, потому что многие их союзники не аплодируют, но тем не менее результат, как говорится, будет на табло во время голосования. А голосование за резолюцию, поданную Украиной и еще 60 странами, мы ожидаем ближе к полночи по украинскому времени, и тогда уже, очевидно, и станут известные результаты голосования. Коллеги. Ольга, хотел бы у вас уточнить, вы сказали о том, что на протяжении года представитель России и ООН не бензи, а неоднократно позволял себе достаточно странные высказывания, утверждения, и, в принципе, проговаривал то, что проговаривает кремлевская пропаганда, вот эти все истории о комарах-убийцах, биолабораториях в Украине и так далее. На этом заседании Генассамблеи он что-то подобное говорил или был более сдержан и в данном случае отдал право Белоруссии выступать, ну, таким фриком на этом заседании? Коллеги, на этом заседании про комаров-убийц не было, к сожалению, хотя, вы знаете, мне кажется, что чем больше Россия себя дискредитирует и чем больше она говорит того, что говорит, тем очевиднее для всех становится, с кем на самом деле мы имеем дело. Небензе был достаточно, ну, скажем, по его меркам сдержан, но, тем не менее, у него есть такой набор шаблонов, которые он повторяет из заседания в заседание, например, киевский режим, западные кураторы накачивают киевский режим вооружением, антироссия, русофобские настроения и так далее. То есть эти тезисы, они звучат постоянно. Из последнего такого, скажем, яркого, что предложила Россия организация объединенных наций, несколько дней назад тут было заседание, посвященное Северному потоку и взрывам на Северном потоке, и вот Россия от своего имени по своей квоте пригласила некоего гражданина Соединенных Штатов, который является в прошлом сотрудником ЦРУ, а сейчас он возглавляет некую общественную организацию, которая, ну, она переводится ее название приблизительно как сотрудники спецслужб за здоровье. И вот он просто пел на заседание. И дипломаты говорят, что Россия, ну, таким образом, она просто там, где не может, скажем так, навязать свою повестку, она пытается, ну, как бы превратить организацию объединенных наций в балаган. Если не склонить на свою сторону, то максимально обесценить то, что тут происходит.